Вторая половина уходящего года стала продуктивной для депутатов Госдумы. Они приняли немало законов на 2017. С нового года социальная стипендия будет выплачиваться только лицам, получающим помощь от государства. До сентября 2018 года продлено действие лицензии, выданных вузом Крыма. С 1 января начнет работу Единый Всероссийский реестр недвижимости. Это позволит ускорить процесс получения документов на объект недвижимости. Все бумаги будут оформляться в любом отделении, независимо от места нахождения имущества. После 1 марта 2017 года нельзя будет бесплатно приватизировать жилье. Закон коснется тех, кто получил квартиру в этом году, но не успел ее приватизировать. После 1 марта оформить квартиру в собственность смогут только дети-сироты, крымчане и те, кто подал заявку ранее 2005 года. С 1 января вводится госпошлина на получение документа с оценкой знаний русского языка и истории российского государства. Это норма для иностранцев, желающих работать в нашей стране. Размер госпошлины – 1000 рублей. Закон о материнском капитале продлен до 31 декабря 2018 года. Новшество и в использовании сертификата. Теперь средства можно потратить на товары, облегчающие детям-инвалидам адаптацию в обществе. Сумма капитала – 480 тысяч рублей. С 1 января каждый год на 6 месяцев будет повышаться пенсионный возраст госслужащих. В 2017 году женщины, состоящие на службе, станут пенсионерами в 55,5 лет, мужчины – в 60,5. Постепенно пенсионный возраст для этой категории работающих повысят до 63 лет женщинам и 65 мужчинам. В январе следующего года пенсионеры получат 5000 рублей единовременно. Это изменение коснется всех, имеющих корочки пенсионного удостоверения, кроме проживающих за границей. С января следующего года посовия по безработице станут адресными, а срок предоставления заявления на получение компенсации с момента увольнения сократят до 12 месяцев. С 1 января, начиная действовать закон о коллекторах, теперь нельзя требовать долги за просрочки по коммунальным платежам и другим долгам, возникшим по обязательствам в сфере жилищного законодательства. А общаться взыскатели-должник могут только раз в сутки, дважды в неделю или 8 раз в месяц. С 1 января система ГЛОНАСС станет обязательной для всех новых автомобилей. Кроме того, для легковушек система должна быть оснащена функцией автоматического оповещения о ДТП. С 1 января все страховые компании обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. Если у страховщиков нет такой возможности, они должны оповестить об этом Центробанк России. За игнорирование электронного полиса штраф 300 тысяч рублей. С 1 января запрещено перевозить детей на автобусах, произведенных более 10 лет назад. С 1 января будут повышены ставки на акцизы на бензин и дизельное топливо до 10 130 и 6 800 рублей за тонну соответственно. Увеличится и цена бензина на автозаправках. Насколько именно нефтяные компании не уточняют. С нового года водители, чьи автомобили не прошли техосмотр, будут штрафовать. Кроме того, на таком авто нельзя будет ездить. За повторное нарушение придется заплатить 5000 рублей или лишиться прав до трех месяцев. С нового года чиновникам нельзя покупать, брать в аренду и даже вызывать в качестве такси автомобили мощнее 200 лошадиных сил. А максимальная стоимость их лошадок не должна превышать 2,5 миллиона рублей. С 1 марта следующего года ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и пенсионеры старше 70 лет будут бесплатно ездить на автобусах по электронным проездным. Пока не получены такие документы, действительные бумажные талончики.